Запустение и разрушение грозит серому дому. Глава Ивановской полиции Александр Никитин отметил, что перспектив бюджетного финансирования восстановления или консервации сгоревшего корпуса на сегодняшний день нет, а значит нет будущего и у здания. Дом Пуля называют постройку в народе. Четырехэтажное строение первоначально задумывалось как здание Комитета госбезопасности. В начале 1930 года началась закладка, в 1932 году здание уже было выстроено. Архитектором стал Николай Иосифович Кадников, наш замечательный зодчий, который построил Метакадемию, напоминаю, много других зданий. Так вот это как раз классический пример такого начавшегося в городе стиля, который получил потом большое распространение в нашей стране, конструктивизм. В постройке сплетено два стиля – конструктивизм и красная дорика. У здания необычная форма окон, монументальные колонны венчают фасад. В помещениях высокие потолки. С высоты птичьего полета форма конструкции, символично, если вспомнить назначение постройки, напоминает пулю. Это здание было известно всем любителям конструктивизма. А утром 22 января 2008 года оно стало известно всей стране. ЧП в Иваново. Пожар, который вспыхнул в здании областного ОВД накануне вечером, удалось потушить лишь к рассвету. Сейчас ведется разбор обгоревших конструкций. Полностью выиграли четвертый и третий этажи строения. Всех людей удалось эвакуировать сразу никто не пострадал. Более 10 часов 350 пожарных тушили серый дом. Возгоранию была присвоена третья – высшая степень сложности. Огонь быстро распространялся по пустынным деревянным перекрытиям здания. В результате крыша рухнула. Пламенем была объята площадь в 2000 квадратных метров. Расследование происшествия длилось несколько месяцев. Застолье на 34 миллиона рублей. Именно так теперь называют сотрудники полиции причину пожара. Халатность сотрудника кадровой службы в результате вечерних посиделок привела к ЧП. Здания завесили баннерами и с тех пор не приступали к реставрации. Мы проводили в том числе совместно с управлением внутренним дел обследование данного объекта. Эта обследование проводила одна из наших реставрационных компаний. И на момент проведения обследования данного объекта уже было понятно, это было пять лет назад. Уже было понятно, что объект требует незамедлительной реставрации. Памятник архитектуры, федеральная собственность, право оперативного управления находится у МВД. В 2007 году было оформлено охранное обязательство. Руководство местной полиции обещало отреставрировать памятник до конца 2010 года. Как говорится, овоз и ныне там. Принято решение направить в адрес управление внутренних дел требования о необходимости проведения реставрации на данном объекте. То есть, если, конечно, это требование будет проигнорировано, будет решаться вопрос о подаче иска в суд, о понуждении проводить реставрацию. Тем не менее, новый дом для полиции уже построен. Отделочные работы идут в четырехэтажном комплексе на улице Кузнецова. Главный корпус, состоящий из двух блоков, взрывотехническая лаборатория, лучше только в Академии МВД, тир и даже противорадиационное убежище. Все продумано до мелочей. Здание рассчитано на 860 рабочих мест. В начале строительства закладывалась сумма в миллиарды 900 миллионов рублей. Деньги поступили от президента. Каким бы современным и удобным не было новое здание, памятником конструктивизма оно уже не будет. Есть определенные обязательства, которые должны быть выполнены не только перед соответствующими структурными подразделениями, но и перед ивановцами, потому что это здание является визитной карточкой. Одной из визитных карточек не только конструктивизма в городе Иваново, но и вообще, я считаю, нашей стране и многие за пределами Иваново знают дом-пулю. Позиция Департамента культуры однозначно. Здание нужно восстанавливать, особенно если обещали, а применение найдется. В городе пока нет музея правоохранительных структур.